После Второй мировой войны вспыхнула новая война, в которой два бывших союзника столкнулись в схватке. США и Советский Союз воевали за полуостров Корея. Советский Союз был на стороне Северной Кореи, а США на стороне Южной. В самый разгар этой войны, в 1951 году 12 апреля появилось такое понятие как «черный четверг». В этот день 150. Истребители и 48 бомбардировщиков ВВС США были направлены на важное задание, цель которого заключалась в уничтожении водного моста, который проходил через реку Елуцзян. Именно через этот мост Северная Корея получала военную помощь со стороны Китая. Уже на подлете к цели почти 200 американских самолетов, среди которых были и новейшие реактивные истребители Сейбр, встретили 36 новейших советских истребителей МиГ-15. Между истребителями завязался неравный бой, из которого победителем вышли ВВС Советского Союза. В одном бою длительностью всего 9 минут советские истребители смогли сбить до 25 американских бомбардировщиков и до 12 истребителей. Множество самолетов было серьезно повреждены. При этом ни один истребитель МиГ-15 не был сбит. В результате боя 150 американских пилотов попали в плен. Этот воздушный бой имел куда более масштабные последствия, ведь после этого. Случаи США полностью отказались от масштабных авианалетов. К тому же на территории Северной Кореи появилась аллея МиГов. Эту часть корейского неба так прозвали американцы, ведь на этой территории небо просто кишило советскими истребителями, и даже самые опытные пилоты США боялись ссуваться в этот небесный уголок. Продолжение следует...